Всем привет! Под этот прекрасный звук дрели. Всем привет, ребята, Белли! В общем, ладно, нет вариантов у нас. Придется говорить под этот звук. В общем... Ничего с этим не поделаешь. Сегодня вторник, 18 января. Уже прошла половина месяца. Я в шоке. Я в глубокой... Не знаю, как это назвать. В состоянии... Ой, да, вот так тепло и уютно. Зачем куда-то идти? Мне очень тяжело выходить из таких ситуаций, из таких положений. Очень пытаюсь настраиваться на какой-то рабочий рейтм. Еще ни одного летсплея не сняла. Хотя я в этом году уже выпустила два видео. Но это не очень много. Одно видео было снято еще в том году. Типа Новый год, который влог. И другое видео получается. Я сняла ответы на вопросы. Кстати, очень хорошо зашло видео на канале. Я думала, что хуже зайдет. Потому что обычно такое, мне кажется, не сильно заходит. Но как-то хорошо зашло. Клево. В январе бренд Фэнди мне пишет. Юля, мы хотим тебе сделать подарок. Я, конечно же, такая. Давайте. Очень рада. В общем, я уже в сторис показывала, рассказывала. Мне пришло два пакетика красивых. И в каждом была вот такая коробочка. Ой, девки. Это очень приятно. Тут, кстати, ничего нет. Я достала. У меня в одной коробочке все лежит. Скажем так, для удобства. Но коробочки очень классно сделаны. Здесь лежала моносерьга. Или заколка. Не помню. Короче, сейчас покажу. Я уже в сторис показывала. Опять же таки повторюсь. Но хочется здесь тоже показать. Вот такая вот заколочка. Я сейчас куда-нибудь... Красивая, да? Короче, нравится. И моносерьга. Моносерьгу я еще не успела поносить. Кстати, надо мне уже сделать новый маникюр. Я думаю, что вот так вот я ее хоп. Моносерьга значит одна. С одной штукой буду ходить. Клево. Мне очень нравится. Мне очень приятно. То, что теперь у меня пополнились мои украшения такими украшениями. Аксессуарами красивыми. Так что это класс. Заколка. Я просто в восторге, если честно. Потому что мне кажется, это настолько универсальная штукенция, что можно ее ко всему. А, ну и еще, не знаю, показывала я вам или нет. На день рождения мне Кирилл Семин и Аня. Менеджеры. Ну, Кирилл Семин, вы знаете. Анечка тоже очень во многом мне помогает. Тоже менеджер в нашем агентстве. Вообще обожаю просто наше агентство и коллектив. Не знаю, как правильно выразиться. Но реально очень счастлива. Потому что это такое приятное чувство, когда реально все друг к другу хорошо относятся. С уважением, с пониманием. Без всякого там. Ну, в общем, знаете, разные бывают. В общем, они мне подарили на день рождения вот такие сережки от Диор. Сейчас я вам их лучше вот так поставлю. Очень красивые. Я в них снимала, кстати, видеоответы на вопросы. Это мои первые вообще сережки от Диор. Блин, видите, как ногти отросли. Кошмар. И их дело перед Новым годом. Короче, у нас дома грязно. Реально. Я не особо убиралась в последнее время. Потому что у меня был план вызвать клининговую компанию. Потому что мне так неохота было. Реально вообще ничего делать. Я повесила такие штуки, когда я снимала видео. Они просто закручиваются тупо. Я их вообще не включаю. Только для видео включила тогда. Ну, может, еще разок для сторис включила. Все. И я, короче, хочу их сегодня снять. Ну, что-то нафиг они нужны. Вчера у нас сломалась микроволновка. И я не знаю, как так вышло. Просто она начала дымиться изнутри. Запах был ужасный. То есть, именно того, что вот что-то сгорело, горит. И, понятное дело, я такая, все, нафиг. Выключаем. Я с техникой, честно говоря, все вот эти вот движения меня очень пугают. А я, ой, ну знаете, иногда бывает, боюсь в розетку воткнуть. Что-то, что мне всегда страшно. А вдруг током ударит. Не знаю, откуда у меня такие... Ну, понятно, откуда такие страхи. Ничего такого в моей жизни не было, что меня там током ударило. Что-то загорелось, слава богу. Но все равно это пугает меня. Я знаю, что, ну мало ли что, всякое бывает. Короче, сегодня нам нужно купить микроволновку. Я не расстроена, потому что наша старая. И, в принципе, это не что-то такое, что, наверное, должно служить вечно. Хотя, знаете ли, микроволновки некоторые очень долго служат. Вот буквально только недавно, мне кажется, с дачи, вот у дедушки на даче, то, что убрали, поменяли микроволновку. Мне кажется, она стояла там лет 15 вообще. И только недавно ее поменяли. Ну, в общем, в любом случае, поменяем микроволновку. Вообще, посмотрим, сколько они стоят. Я сейчас даже без понятия, сколько стоят микроволновки. Но я не думаю, что дорого. Не знаю. Ну, хотя разные же есть. Ну, короче, надо будет посмотреть. Потому что микроволновка, конечно, вещь вот такая, стоящая. Вот. И мне очень хочется начать делать какие-то фотки в Инстаграм. Еще я начала задумываться о том, чтобы реально завести помощницу. В общем, не знаю, реально. Думаю, что в этом году что-то такое будет. Мне уже начали писать, типа, да-да-да, возьми меня, возьми меня. Ну, ребят. И я вчера ночью, когда писала сториз о том, что хочу, походу, я помощницу, ассистентку себе. Я поняла, что у меня такие высокие требования. Мне очень хочется, чтобы моя ассистентка, помощница жила рядом. В идеале, чтобы у нее были права. Это, знаете, к меня пьяный домой везти. Нет. Ну, реально, чтобы у нее были права, чтобы у нее, возможно, была машина. Ну, не, машина это слишком уже круто. Ну, хорошо, без машины, ну, права. Но это, опять-таки, не самое главное, допустим. Ну, это было бы клево. Понятное знание английского языка. Ну, типа, там много всяких моментов, потому что, вот, грубо говоря, там, не знаю, мы хотим куда-то поехать со Славой. Не знаю, за границу. Я нашла отели, написала им, мне отели ответили, ну, на английском. И дальше с ними нужно как-то диалоги продолжать вести, а я с английским не очень. В идеале найти, конечно, человечка, который знает английский язык. Да нет, на самом деле много у меня пожеланий, чтобы человек умел фотографировать. В идеале, чтобы этот человек прям разбирался во всем этом. Я не говорю там прям на фотик, но в идеале и на фотик, чтобы хорошо умел снимать. То есть, у меня такие требования. Но в целом можно сказать, что по большей степени я ищу себе фотографа. Но это как бы по совместительству. Чтобы человек мог писать посты грамотно, хорошо излагая свои мысли. Ну, конкретно мои, получается. Не знаю, не знаю. Короче, много всяких моментов. Но я знаю, что есть какие-то компании, которые помогают найти такого человечка. Не знаю. Но, наверное, мне бы хотелось, чтобы этот человек был моим подписчиком. Объясню почему. Потому что намного проще работать с человеком, который тебя уже знает. Это, знаете, как вот у меня есть девочка, которая пишет тайм-кодек видео. Кстати, привет, Лиза. И мне очень важно то, что она сама смотрит видео. Это, знаете, как не каторга какая-то. То есть, она сама бы посмотрела это видео, но при этом она его посмотрит так, что будет иногда ставить на паузу, например, записывать тайм-код. И еще там денежку за это получать какую-то. То есть, это, ну, важный момент. И это очень удобно. То, что вот у меня есть такая девочка, которая именно смотрит мои видео, знает меня. И это удобно. Это всем облегчает задачу. Это что? Это хорошо. То есть, получается, что, грубо говоря, мне нужно искать себе помощницу из моих подписчиц. Получается, что так. Я думаю, что это было бы очень неплохо мне найти себе помощницу, потому что я бы ей платила зарплату. Ну, следовательно, я бы меньше ленилась, потому что я бы думала, так, где я там это увидела? За что уплачено? Должно быть проглочено. Не, ну это ужас. Я бы просто думала, что так, ну, как бы я же денежку плачу человеку, значит, мы должны какой-то движухой заниматься. Понятное дело, не постоянно. То есть, ну, сделаем какие-то выходные, но получается так, что, ну, раза три-четыре в неделю точно мне понадобится человечек. А может быть и чаще, может быть и пять раз в неделю. Просто мне не всегда, вот, типа, причина, по которой я не занималась этим, да, не искала себе ассистента, потому что мне не всегда нужен ассистент. Иногда мне он не нужен. Но мне бы, наверное, не хотелось, чтобы это было такое каждый день, прям, чтобы мы ездили каждый день по каким-то делам. Это, конечно, клёво, но всё-таки есть у меня разные всякие дела, которые также мы можем делать вместе со Славой. И его дела тоже, и мои дела как бы совмещаются, и поэтому мне не нужно каждый день. Короче, не знаю. Думаю. Я ещё думаю. Кто-то делает ремонт. Поедем искать микроволновку. Хотя, что искать? Ну, посмотрим. В идеале заехать в парк, сделать пару фоточек. Сейчас уже начнёт темнеть, и я сомневаюсь, что что-то успеется, потому что я решила на минут 12 как минимум поболтать с вами сейчас. Ну, погнали. Кровать у нас не сдаправлена. Тут лежит такая маленькая пушистая деточка. Вот она какая, Вивочка. Вот же она, деточка. Я её вчера так искупала хорошенько. Мучает тебя эта дрель, да? Ты такая красивая, Вивочка. Мама тебя так любит. Мама тебя так любит, мой ангел. Улыбочка моя. Как же всё портит эта дрель. Вот какие вкусные пяточки у собачки. У меня фетиш. Блин, реально, вы когда-нибудь нюхали пяточки своей собачки? Ну, может, и кошечки, не знаю. Как у кошечек пахнут, наверное, не знаю. Ну, у Вивочки они пахнут каким-то попкорном. Мой ангел. Ой, у меня какой-то синий нос, слушай. Когда я делаю контуринг перед сильным светом, я не вижу этого. А потом, оказывается, у меня синий нос. Нифига у меня трясётся жир. Короче, дома не убрано. В общем, буду одеваться. На полках бардак. Так, мы уже вышли на улицу. Зима реальная. Посмотрите на нашу машину. Я даже боюсь сюда залезать. Смотрите-ка, тут есть радио. Офигеть. Сколько ж снега, какая ж зима. Пушистая. У нас, кстати, во двор, чтобы заехать, нужно открыть шлагбеум. У нас таких четыре вокруг всего нашего, скажем так, ЖК. Всё, я в тёплой берлоге. Ой, блин, девки, иметь мужа, это так классно. Сидишь себе, ничего не делаешь, он всё за тебя делает. Ну, даже не то, что за тебя, а просто. Я говорю, тебе помочь? Он такой, нет. И я такой, окей. Нет проблем. И так во многом. Классно. Очень классно. Люблю такое. Знаете, я стала такой ленивой. Ну, вот, кстати, да, кто-то говорил, типа, ой, у меня ж сердце закололо, матерь божья. Кто-то мне писал в ответах на вопросы, точнее, вопросы задавали в сторис в инстаграм, то, что, типа, свадьба это деградация. Ну, в духе после свадьбы, типа, замуж выходишь, деградируешь. Ну, вот, например, я очень редко еду сама в машине за рулём. Очень редко. Типа, уже, знаете, как будто отвыкаю. Ну, недавно я ездила два дня подряд. Ну, типа, это даже странно, то, что я об этом говорю, что, типа, два дня подряд ездила, потому что я обычно всегда за рулём. Но в какой-то момент я такая, типа, зачем? И мне так хорошо, потому что у меня есть муж, который меня возит. Ну, конечно, иногда смеётся, говорит, я и твой водитель, и твой уборщик машины. Я говорю, ну, а что? Всё одним словом можно сказать, как любимый муж. Я хранительница очага. Вот я вчера, блин, и муж уже смотрит на меня. Глазики мне строят. Что-то мне уже так лень ехать в парк. Я хотела, чтобы мы заехали в парк и сделать пару фоточек. У меня под этой курткой бежевая дюлетка. Я хотела в ней сделать фоточку, потому что я в ней так и не сфоткалась. Но я могу с ней сфоткаться весной, в конце зимы, когда будет уже не так холодно. Но мне хочется что-то новенького, что-то разбавить. Ленточку, знаете, вот что-то такое. Ленточку. Сделать селфи какие-то классные пока светло. Во! Вообще, я так редко выхожу из дома. Надо взять это время под контроль. Не, а уже свет плохой. Так еще отвыкла от всего этого движения. Делать селфи так странно. Темно просто еще. Поэтому я даже уже не хочу ни в какие парки ехать. Да, реально уже темно. Да, блин, не знаю. Надо, конечно, вставать пораньше. Однозначно. Зато не темно для того, чтобы проехать в Макдоналдс. Что-то сердце у меня болит. Уже третий день. Слава мне не верит. Он мне не верит, потому что, когда я ему это говорю, я еще говорю, чтобы он что-то сделал. Типа, зай, принеси апельсины, почисти их. У меня что-то так сердце болит. Но у меня правда сердце болит. Он говорит, ага, конечно, сердце болит. А, реально колит. Я говорю, может быть, я расту. Знаете, в детстве у меня такое было, что сердце кололо. И так, что даже дышать не получается. Так вот колит, как будто бы у меня растущий организм. Знаете, как бывает, ножка или ручка в детстве болит. Типа, косточки растут. У меня вчера тоже так ножка болела. Обычно это, когда напрыгаешься. Я не знаю, из-за чего. Хотя я особо не прыгала вчера. Но когда набегаешься, находишься, напрыгаешься, ножка или ручка болит. Я помню, в детстве мне бабушка говорила, что это косточки растут, растущий организм. Что-то такое. Я вчера лежу, говорю, Славя, у меня опять ножка болит. Ну, когда я уже перестану быть подростком? Ну, типа, когда я уже перестану расти. Макдональдс. Новый трек. В Макдональдс. Как так он так зажает? Растущий организм. Сосудик где-то зажал. Не знаю. На массаж лечебный, чтобы мне там всякие точки потыкали. Я думаю, что если это тебя долго тревожит, то надо сходить к врачу. А если это так, типа, разворачиваться. А, да че к врачу эти медицина это? Он придешь к врачу... У меня вообще такое отношение странное к медицине. Вот, из-за чего? К врачу придешь, а он еще ей это... А, вспомнил анекдот, блин. Кому-то рассказывал про медицину. Говорю, да я вообще в медицину эту. Не то, что не верю, но, блин. И это как... Ну, как же там в этом анекдоте было? А анекдот такой. Типа, два врача приходят к врачу. Слышишь, Зай, слушаешь? Приходит к врачу, значит, ну, как это, клиент? Пациент, о, пациент приходит. Приходит к врачу пациент. И говорит врачу, что доктор, у меня болит вот это, вот это. И вот это. А доктор, ну, врач говорит пациенту, что сейчас никуда не уходите. Я пойду к другому врачу. Мы посовещаемся, что лучше для вас будет. И, типа, я вам расскажу, что будет лучше для вас. В итоге приходит врач. К другому врачу. Говорит, вот, у него вот это и вот это. Ну, что думаешь? Лечить будем или пусть живет? Ты понял? Да. И этот анекдот реально описывает всю медицину. Медицины нет. Понимаешь? Они ее уничтожили. Эта история отражает один из моих походов к врачу, к гастроэнтерологу. Когда я пришла, и мне выписали, как вы думаете, 11 лекарств. И все одновременно принимать. 11. У меня дедушка столько не пьет. Хотя дедушка у меня много тоже пьет лекарств. Ну, короче, кошмар. Причем там было 11 лекарств. А 12-м пунктом, если у меня будет интоксикация организма, это типа, когда у меня там яд, знаете, как будто от всех лекарств начнет образовываться, чтобы я на капельницу пошла. И это вот я когда бабушке рассказала, и бабушка мне такая говорит то, что... Ну, рассказала этот анекдот, типа, ну что, лечить будем или пусть живет, поняли, да? Потому что пусть живет, это не лечить. Господи, почему люди перебегают дорогу на красный для пешеходов? Зачем они это делают, особенно в такие погодные условия? Я, если честно, не совсем понимаю, зачем они рискуют так своим жизнью, здоровью. Выдел, да, заносит. Поэтому не надо перебегать, блин, дорогу, никогда. Особенно в такую погоду. Что за бред вообще? В общем, сейчас мы поедем в Макдональдс. Ну что ж, мы съездили в Макдональдс. Поели, попили. У нас в машине накопилось огромное количество мусора, всяких стаканчиков из-под кофе, пакеты из Макдональдса, которым неделя... Ну ладно, не неделя, дня четыре. Но все равно мы припарковались как раз неподалеку от мусорки. Сейчас туда все это закинем. И пойдем выбирать микроволновку. Микроволновую печь. Интересно, какую бы выбрать? Может, черную какую-нибудь? Мы со Славой смотрим. Его взгляд сразу упал на что-то очень крутое. Микроволновая печь. Борг 29 тысяч. Но она большая. Нимбус 2000. Не, она классная, но нахуй тоже. Ну не, она реально очень здоровая. Машина. Да, дофига какой-то машин. Может, они просто сделали этот... Поменяли местами? Потому что мы их просто, может, не видели? Нимбус. Охереть, 84 кеса. Не, ну они посерьезнее наши. Ну да. Здесь же настоящая кофе засыпается. Ну да, да, там сразу и зернышки мешаются. Да ну, что-то мне не нравится зерновой. За 99 тысяч не хотите? Я бы взял вместо нашего вот это в 100 раз лучше. Не знаю, я с зерновыми как-то не это... Зато смотри, сколько тут можно вариантов. Кофе, американо, эспрессо. Да, 6 море дринс. Горячая вода. Нихел, а себе. Нет, серьезные 200 кусков. Да, хорошая вещь. Да, это же зависит от давления все. Вот чем больше, выше давление в аппарате, тем он круче. Потому что чем лучше он будет прессовать... Здравствуйте. Не, не, не. Чем лучше он будет прессовать зерно, тем качественнее кофе будет. Но нам не нужно это, нам нужна микроволна. А, вон они, вон они. Синево. Ой, сколько всего интересного. Ой, да не совсем малышки. Не, надо что-то смотреть посерьезнее. Посерьезней? Вот за 23 тысячи LG. Она слишком большая. Ну, а наша какая, по-твоему, за и по размерам? Не, наша меньше. Наша, типа... Не, ну это совсем маленькая, у нас побольше. Наша меньше, надо смотреть что-то, ну... Красивое. А самсунг плохо? Нет, самсунг нормально должна быть. Бош. Вот это похоже, кстати, на нашу. Мне нравится по цвету дизайн. Кстати, неплохой. Если честно, я в микроволновках не разбираюсь. Нет, самсунг нормально, у нас дома была. Мало кто говорю, что она хорошая. Вот главное, чего я не хочу, это вот типа вот с такими, ну, белые, короче. Мне очень нравится вот эта, потому что она здесь черная. Ну, типа дизайн красивый. Давай просто... Ну, понятно, что... Да я понимаю, Зайна, что ты отстань. Ну, вот та мне понравилась. Вот эта китайская или как-то там? Я не знаю, ну, кажется, как будто она китайская. Ну, она какая-то, да. Какая-то не... Пластик дешевый. Хотя стоит 19 тысяч, типа, не 3 копейки. Я просто эту фирму не знаю. А это что, вообще сенсор какой-то? Как открывается? Что это? Сверху, что ли? Ёб! Ну, не знаю. Так и стоит, так и сам. А, ну да. Ну, круто, но типа в чем прякал. Это знаешь куда? Это если в шкаф куда-нибудь хочешь убрать? Да, это встраиваемый. Удобно. Не встраиваемый. Вот это тоже встраиваемый. Клево. Прикольно. Нет, это тоже. Ну, и как выбирать? Ну, у нас-то не встраиваемые. Хотя, блин, клево было бы ее, нафиг, встроить, да? Ну, или просто в шкаф засунуть. Да. У нас такое не будет. Ну, да. Была бы здесь Лерочка, она бы с ума сошла. Годь, где же цвет летит? Ой, она еще не открывается. А, странно. Нет, такой не хочу, который не открывается. Ну, короче говоря, нам сейчас будут подсказывать. Мы, короче, выбрали микроволновку. И мы со Славой сейчас смотрим телеки. У нас, конечно, есть, что каждый телек, но мы думаем, как-нибудь потом еще куда-нибудь нам захочется большой. И посмотрите, есть аж вон какой здоровый. Где тут написано сколько дюймов? 82 дюймов. А, 82. Ну, не здесь, может, там. Блин, интересно, есть еще больше? Ну, наверняка, да. Слава говорит, что, конечно, есть еще больше. У нас просто 70, это на самом деле улет. О, за телек за 555 тысяч. Ну, полненька, нормально. И сколько дюймов? Меня дюймы интересуют. 85. 85? Вот этот 85? Блин, он такой дорогой. Наш, кстати, не такой дорогой. Наш сколько стоил? Наш 120, что ли, стоил? Который у нас в спальне, блин. Здесь вообще цвет картинка. Ну, да, здесь, понятно, тут и размер, и качество. Ну, у нас тоже клевый, но у нас не настолько по качеству он, наверное, не 8 или 8. Ах, короче. Ну, у нас тоже клевый, но не за полмульта. На самом деле пофиг. Такие вещи можно брать в рассрочку вообще. Спокойной душой. Ё-моё, какие они здоровые. Ну, это такой же, что ли, или что? Ну, это 85, да, вот как выглядит 85, но не сильно больше нашего. Не больше. Ну, на 15 дюймов. Ну, хотя 15 дюймов решают. Как красиво, я хочу туда. Да? Я хочу такой телек. Вот такие ножи мне нравятся. За 4 тысячи. Почему у меня такой глаз? Мне всегда все нравится, очень дорогое. Не, ну, 4 тысячи, конечно, это не то, что там, но, извините, для ножей. То не встраиваемое, вот это вот. Встраиваемое. Тут так и написано, встраиваемое. А, да, так и написано. А, да. Вот она наша, белая вообще огонь. Ну, это та, которую мы взяли, да? Да. Белый огонь? Да. Че он говорит, что у них таких не осталось? Может, именно по цвету, то есть по сути? Я нашел здесь этих Самсунгов три вариации. Вот наша серая такая, типа, вежевая. Наша такая с бежевинкой, да. Что тут еще есть? Люблю смотреть такие вещи. Вот смотри, вот такое нравится. Встраиваемая духовка. Ну, она маленькая. У нас больше дома. Я не хочу такую маленькую духовку. Так вообще, что я выбираю? Вот, вот такая. По размеру норм. Ну, ты же понимаешь, что все-таки больше нужно делать уклон в эргономику, потому что ты не готовишь вот так вот на четырех полях, типа, сразу. Ну, это пока я молодая. Ну, нет, Зай, это пока я молодая. Я мечтаю о встраиваемом холодильнике. Холодильник? А, ну да, тут просто их два. Обычный холодос. Ну, я хочу, знаете, какой холодильник? Вот такой. Ну, или вот такой, или два лучше. Хотя нам, по сути, два не надо, но когда у нас будут дети, куча детей, нам понадобится много места. Ну да, блин, прикольно. Мне нравится. Большой он, конечно, больше нашего. И мне нравится то, что он такой без ручек всяких. Но он будет постоянно заляпанный. 149 тысяч. Холодос. О, омары какие-то там. Раки. Клевый. Мне нравится то, что здесь два места. Это удобно. Тоже. Наверное, морозилка. Я не знаю, зачем я это все смотрю, но мне просто нравится фантазировать. Люблю я фантазировать. Какой-то он такой невысокий. Вот этот мне за 210. Ну-ка, я раскрою его, дай посмотреть. Что? Вот этот за 210. Открой мне посмотреть со стороны. Ох, там прям мир будущего. Какая подсветка шикарная. Да, я хочу такой холодос. А ты хочешь такой? Смотри, какой он крутой. Смотри, сколько здесь классных отсеков. Блин, тут только как их достать. Тупость. Но это, наверное, может, не от этого. Это странно. Ну, типа, ручки. Потому что они специально сделали, чтобы никто не достал. Ну, видишь, вот такое, что должно быть. Хотя тут тоже. А, зай, смотри. А, тупыши. А здесь вот так. Блин, очень классно. Я хочу вот такое. У меня здесь будут фрукты лежать. Здесь фрукты. Здесь овощи, например. Или нет. Это более замороженная тема. Ну, ладно, это все настраивается. Классно. Постучите дважды. Я приступил. Мне очень нравится. А? Я не понимаю, что за прикол? Постучите дважды. И увидите, что внутри. Я думаю, что он, типа, как стекло, понял? И прозрачным становится. Как бы это увидеть, да? Я просто чувствую себя дураком. Который стучит и ничего не видит. И тут еще видеокамера тебя, реально, видеокамера снимает. О, гад. Ну, я думаю, что это прозрачный, типа, какой-нибудь, знаешь, как... А-а-а. Он показывает, что внутри. Да, я же тебе говорю. Ну, просто, типа, стекло в стекле, типа, ты как бы видишь. Ну, на самом деле, это не... Не, ну, клево, если это можно... Ну, здесь двойная дверь. Ну-ка, давай ее просто откроем. Где она? Да, точно с этой. Ну, хотя это странно. Главное, не сломать ничего, да? А что они... А, да это вообще, это просто... Зая, это не холодильник. Как не холодильник? Он не открывается. Это просто, типа, чтобы мы посмотрели. Видишь, наверху LG горит? На каком холодильнике вот так вот дома будет висеть LG? Конечно. Брошюрку забираешь? Да, ну. Ну, это прикольно, наверное, когда у тебя в холодильнике вот такой порядок. Вот если вот я в холодильнике вот так, то прикольно. Если у тебя... Чисто купить, нет, купить стенд, чтобы у тебя всегда был порядок в холодильнике. Ну, да. Вот эту просто наклейку наклеить. А так, конечно, блин, вот этот холодильник, запомните, мне он очень понравился за 210 тысяч. Но я-то хочу, чтобы был встроенный холодильник, поэтому моя мечта, можно сказать, смылась в унитаз. Ну, его же можно и встроить. Просто дверцы будут другие. Ну, допустим. Мечтаю о сушильной машинке. Вот она, Зай, смотри. Дяй, дяй, дяй. Помнишь, я тебе рассказывала, что я мечтаю о сушильной машинке? Да. Вот у нас дома есть стиральная, а эта сушильная. Ага. Типа, выглядит как стиральная, но на самом деле она именно для сушки белья. И она сушит так, что ты достаёшь уже сухое бельё, понял? И вот такое тоже я хочу. Мы подумаем, сделаем. Надо было... Обязательно. Разные бывают. Конечно. Я знаю про эти сушильные машины. Я хочу, знаешь, как, чтобы у меня прям... Вау, смотри, как космонавт. Ё-моё. Здороватец. Тоже сушильная. А ну, и что-то открывается, интересно, в другую сторону. А, прикольно. Ну, сюда зато много вещей можно закинуть. Ух ты, а это, типа, что отпаривает сразу? Видишь, была вот такая мятая, как из жопы, а стала вот такая, как из магазина. Ну и стоят. Вот такую нам надо. Ну да, стоят мне нахренеть. Сто семь тысяч. Ну, конечно. Так вот я хочу, чтобы было, типа, с одной стороны стиралка, с другой стороны сушилка. Ну, друг на дружке, знаешь. И ты просто хоп-хоп и вообще... Не, классная тема. Надо посмотреть, что, ну, на будущее. Обязательно? Это офигенно. Просто технологии идут вперёд, они не тормозятся, а мы иногда тормозим. Ну да. Мы не можем за всем и следить. К сожалению. Чисто физически. А, ну вот, типа, видишь? Ну вот, два в одну. Ну это что, и сушилка, и стиралка, или просто две... Стиральная машина с двумя барабанами. Да. Ну, блин, на самом деле, сколько? Четыре... Верхние четыре килограмма. Здесь надо, короче, белое стирать, а здесь светное. Короче, всё, в принципе, посмотрели, что хотели. Лёгким движением на руки мы оказались в Лерой Мерлен. Но, как нам сказали в видео, рурлен-мурле. Как он сказал? Короче, Славе нужен какой-то переходник, и он должен продаваться тут. О, вешалки. Можно взять вешалки. Люблю я вешалки. Короче, заскочили сюда, не знаю зачем. Можно посмотреть контейнеры. Всё, что я люблю в Лерой Мерлен, это контейнеры. Люблю собирать контейнеры. Столько разных запахов ремонта здесь. Можно взять разных контейнеров. Маленькие, небольшие. Вон там есть красивые. Можете посмотреть? Может, я туда буду класть. В контейнеры всегда можно придумать, что положить. Вот какие-то контейнеры. Интересно. Ну, пластиковые, понятно. О, прикольно. Это для носочков, для игрушечек, для чего-то там. Кстати, может быть, реально взять? Я люблю контейнеры. Только я буду здесь другое хранить. Пока не знаю, что, но я очень хочу контейнеры. Люблю всё организовывать. Единственное, что потом я буду думать, типа, ай, блин, надо было больше таких взять или больше таких взять. Интересно, где Слава? Я пока взяла только один средний и один узкий. Пока не знаю, что я туда буду класть. Но думаю, надо больше взять. Тех, которые побольше. Я начинаю зарастать в контейнерах. Думаю, пока хватит. Так, ребят, вот наша старая микроволновка. Ну, видите, такая, типа, белая. Не могу сказать, что она плохая. А, слышь, у нас тут тоже гриль был. Клёво. Даже какие-то домашние рецепты. Я думаю, что мы её на помойку не понесём. Мы её вообще постараемся починить. И, может, на дачу куда-нибудь отвезём. Вот, а эту мы сейчас протрем. В итоге вот такую взяли. Мне кажется, по цвету очень клёво. Ой, ну не смотрите на бардан. Но по цвету, мне кажется, офигенно вообще вписалась. Да, смотри. Реально, я же сказала, что она под фартук подойдёт. Вот этот. Под кубики. То есть вот тут вот такой же цвет, считай. Клёво. Сверху хлебушек поставили. Ну, чтобы её протёрли. Ну, сейчас я протру. Пофиг, господи, что я её сейчас хорошенько помою изнутри тоже. Слава уходит с другом потусоваться. Поедут сейчас в Вадик закупаться шматьём. Короче, уходит муж. Говорит, грязь за мной убери. Иди, муж. До свидания. Всё, он ушёл. Так, мне нужно вот это всё протереть. Сейчас будем разбираться. Я не буду убираться дома. Типа, как, знаете, полы мыть, пыль протирать не буду. Ну, вы сами знаете, почему. К нам должны прийти сквининговые компании. Короче, мы с вами сейчас будем организовать пространство правильно. Тут у нас такая гирлянда висит. Вообще, я иногда думаю о том, чтобы её снять, потому что мы её тут включаем. Знаете, как часто? Ноль. Типа, вообще не включаем. Короче, я взяла три контейнера. Я теперь жалею, что взяла так мало. Потому что один я уже пристроила офигительно. Сейчас мы с вами будем пристраивать другие. Я не знала, для чего я уберу. Но сейчас, например, вот, для чего мне пригодилось. Короче, я стояла долго и смотрела вот сюда вот эту хрень для посуды, для приборов. И я постоянно хочу эту хрень поменять, потому что она маленькая, неудобная. Я хочу что-то покруче, поудобнее. Но с размером постоянно проблема. Как-то раз в Икеа мы с мамой покупали большую какую-то. В итоге она сюда не подошла. Собственно говоря, поэтому я долго просто смотрела и не разобралась. Вот это все, что там навалено, оно просто здесь валялось. И это было жутко неудобно. У меня вот здесь обычно лежат пакетики, потому что я их часто использую. Ну и вот это все, в принципе. Короче, я хочу сейчас все это достать. Помыть. Потому что это надо мыть периодически. Поскольку хренинговые компании, конечно, у нас будут убираться завтра. Но они не будут убираться в полках. Я об этом никогда не прошу, потому что я сама это делаю. Поэтому мы будем с вами наводить чистоту. Вот здесь у нас куча хлама, лекарств. Всего просто. И здесь бардак на самом деле. Также вот здесь у нас лекарства. Вот тут лекарства. И я хочу с этим тоже всем разобраться. Вау! Так, если что, у меня тут футболка не очень чистая. Но она у меня специально такая для уборок. Так, это надо будет достать помыть. Хочу разобраться с контейнерами, потому что это самое интересное для меня сейчас. Не месил. Начнем с этого. Все нужно классно распуталить. Конечно, не очень-то много места здесь в этом контейнере. Но попробуем. Можно самые часто используемые лекарства. Блин, не люблю я, когда в коробках хранится. Какие-то можно сюда класть. Но это тоже не очень приудобно. О, как хотелось. Еще годен. Не будем выкидывать. Вообще, я сюда хотела положить такие лекарства, типа, которые без коробок. Логично. А вот такие вот в другом месте. Эриус вообще-то он мне не нужен в это время года. Но скоро весна. Это от аллергии. Поэтому далеко убирать не будем. Так. Блин, столько лекарств. И непонятно, что там будет куда. Что, куда, кого. Так. Стрепнется. Короче, все вот так сейчас разложим. Чтобы было сухие. Уперь. Хорошочки тоже сюда нам нужно. Так. Надо под наклоном держать, чтобы они не падали. Порядок во всем. Люблю. Не знаю, мне кажется, когда порядок дома, у вас и в голове порядок. Вообще, жизнь по-другому складывается. Так. Когда жизнь в радость. Формула спокойствия. Интересно. Когда я тебе пила. Это тоже какая-то биологическая табак пищи. Что-то за чувство тревоги. Но этого нет. Сейчас, слава богу. И не планируется. Прям чувство тревоги. Короче, со мной некоторые лекарства вообще можно отсюда нафиг убрать, мне кажется. Я, знаете, вы думаете, я тут никогда не разбираюсь, я тут разбираюсь. Но со временем опять начинается вот эта вот хрень. Как не крутить, все равно. Чего тут только нет. Одних только намесила в кучу. Потому что они у меня всегда должны быть неподалеку. Эх, жалко. Надо было больше этих контейнеров брать. Все время думаю о том, что... Все время думаю о том, что нужно как можно больше мне этих контейнеров. Они реально всегда в итоге полезны. Пластыри немного. Что-то вообще пустое. Так, дата изготовления. Ага, 5 лет. Блин, ну они хорошо хранятся. Не знаю, конечно, пригодится, нет. Но раз они хорошей серогонности выкидывают, не будем. Если и должны взять какие-то лекарства, то те, которые часто используются. Ну как часто? Чаще обычно. Знаете, спазмолбон, голова болит. Не знаю, какой-нибудь уголь активированный. Вот у нас со Славой у каждого есть свои любимые таблетки. Ну любимые, это, конечно, лучше так не говорить. Потому что вы внушаете, ну, свою голову, своему сознанию, телу, организму. Не знаю, что реально это ваш любимый, надо почаще пить. Но имеется в виду, что у Славы есть свои таблетки, которые ему иногда приходится пить. А у меня свои, у него бывает там и сжога, либо еще что-то, ну, типа, знаете, у каждого свое какое-то там где-то слабое место, не знаю. А у меня башка болит. И вот у него это уголь активированный, а у меня спазмолбон от башки. Разъединяем. Ну вот. Сейчас я вот тут разберусь, а потом еще разберусь. Так. Ой, господи, я халю. Я бы сострелилась. Слава пошел со своим другом в Адидас. Я ему говорю, купи себе костюм. Такой прям чисто Адидасский, черный, с полосками. Ну, такой, знаете, традиционный. Он мне присылает фотку. О, у меня, кстати, рецепт, по-моему, бельстроганов. Да, бельстроганов. Мясо по-строгански. Блин, я не умею готовить бельстроганов, но это одно из моих самых любимых блюд. Когда моя мама 1 января, мы лежали, короче, на рябе кенечке, мама такая говорит, я сейчас буду делать мясо по-французски. Я такая, ну, класс, давай, типа. Потом она такая, типа, блин, а бельстроганов не хотите? Я такая, а-а-а, бельстроганов! То есть я прям как ребенок. Я говорю, я просто обожаю бельстроганов. Ну, это, знаете, как ребенок, потому что реально обожаю. У меня тут есть, кстати, этот. Огонь! Рецептик-то! Сохрани, ну. Ну, и вот, я на самом деле из интересности, ох, осторожно, из интересности очень сильно хочу в этом году повысить свой скилл в плане готовки. Я реально мало чего умею готовить. Потому что редко готовлю, и разбалована, знаете, родителями в этом плане, что мама там что-то готовит, по ресторанам разбалована. И нету такой, знаете, ну, нужды, необходимости что-то готовить, скажем так. Что-то простое такое, обычное, скажем так, да, могу сделать. Но не какие-то там супер-блюда. И мне, конечно... Так, а может, еще мои эти... Надо будет убрать гамма. Сейчас снимаюсь штучки. Вот к чему я. И я очень хочу в этом году научиться готовить больше разных блюд. Типа, знаете, даже такие элементарные... Ну, типа, я ни разу не делала борщ. Я реально, ну, ни разу не делала. Ну, как бы мне не стыдно в этом признаться. Хотя мне, знаете, 24 года, моя мама в моем возрасте уже все, мне кажется, умела. Очень классные. А если их поставить вот так? А-а-а! Во! Кстати, чтобы они туда-сюда не ездили. Немножко ездят, конечно. Ну, все равно... Это, конечно, не по фэншую. Но мне нравятся. Блин, улетно. Улетные контейнеры. Надо еще таких взять. Реально. Я обожаю, когда все вот так. Это... Это просто офигенно. Просто любитель контейнеров. Короче, тут на самом деле много лекарств, которые, наверное, нам даже, ну, как бы и не пользуемся. Ну, 100%. Потому что, я уже сказала, у нас есть определенные, которыми мы часто пользуемся. Но... Здесь тоже куча всего. О, мои хорошие. Но тут есть такие лекарства, которые нам могут пригодиться экстренно. Тоже надо разобраться. Потому что столько, на самом деле, и ненужностей всяких. А вот здесь мое богатство. Негативная энергия. У нас это все в фольге. Расслабление. Вот это было то, что я вам говорила. Расслабление воду. И вот у меня такие, да, фига. Я их собираю, потому что я в любой момент смогу их выпить. Ну, как бы смешно это ни было, для меня это важно. Ой, что у нас тут на самом деле? Вот в этих контейнерах, если разобраться, тоже можно навести порядок. И сюда еще засунуть больше всякого. Какие-то лекарства, о которых я даже ничего не знаю. Типа для чего? Для кого? Очень науше. Смотрите, на самом деле, я бы все нахуй выкинула, но я не могу. Потому что иногда, знаете, бывает такое. Ну, это правда резко, слава богу. Но просто резко надо что-то вот от этого. Ты такой, блин, ищешь, ищешь и находишь. Такой, вау. Не надо бежать в аптеку, знаете. Так, ну это, наверное, далеко лучше не убирать. Бремечко такое. Пшикалки в горло далеко убирать не будем. Так, и это тоже вкусно лежит. И вам чаю не желаете? Я не знаю, откуда он у меня дома. Может, бабушка привезла. Если честно, и это что за улицы? Не знаю, наверное, это полезно. Кедровые леденцы с медом. Просто. И хоть раз кто-то съел одну, понимаешь? Наверняка слава брал. Любит он какую-нибудь такую фигню взять непонятную. А срок годности что? А, ну нормально еще, блин. Еще 11 месяцев. Кто их сосадивает, эти леденцы? Вот это полезная вещь. Блин, а вот капли в глаза, их же нельзя использовать долго. Если открыл, то потом, по-моему, что-то вообще все, да? У них еще срок годности аж до 23-го. Но мне кто-то говорил, что когда ты их... А, да, не рекомендуется непрерывно. А, просто не рекомендуется 4 дня подряд, короче, шик этими в глаза. Странно, говорит, не использовать по истечению срока годности. Короче, мне кто-то говорил, что когда открываешь и использовал, то типа у него есть какой-то срок. Типа, знаете, как после вскрытия. Фиг знает, напишите. И сюда еще можно что-то положить. И все собрано. Ну, типа, просто улет. Хочу так везде. Короче, рассказываю, что произошло, пока вас не было. У меня просто села камера, я немножко ее зарядила. В общем, с верхней полки я достала разные кастрюли, сковородки. Вот там еще стоят. Для того, чтобы вообще разобраться с ними. Типа, что я ими не пользуюсь? И оказалось, что тут есть много полезного. Но, к сожалению, одна вот такая штука, крышка, упала и разбилась в дребецке на кусочки. Поэтому здесь проходили специальные работы. Собиралось вручную длинные большие кусочки, маленькие, засасывались. Все тут нафиг двигали, пылесосили. Ну, короче, все пришло к тому, что мы отодвинули холодильник, чтобы там пропылесосить. И подумали, а что если попробовать его подвинуть сюда? Он у нас стоял вот здесь. Вот, вот тут типа стоял. Мы его подвинули сюда, чтобы потестить. Ну, типа, изменения какие-то. Короче, я к чему клоню? Я сейчас собираюсь снять магниты. Кажется, я готова. Я решилась попробовать снять магниты и посмотреть, что будет. Вот что было. А сейчас я вам покажу, как стало. Та-дам! Теперь вот такой вот у нас холодильник. Как будто бы новый, если честно, очень странные чувства. Я сняла все магниты, которые были, но я не смогла избавиться от них навсегда. Они будут здесь. Но это никто не видит, кроме тех, кто захочет вот здесь присесть. Ой, какие красивые магниты. На самом деле тяжело с ними расстаться, потому что, ну, мы их собирали много, блин, поездок, лет. Хотя могли бы больше собрать. Вот. Ну, и последние годы мы особо не путешествуем. Или ездили туда, где уже были, типа, Турция. Поэтому, собственно говоря, не сильно много пополнений. К сожалению. Вот. Но, если честно, уже и некуда. С другой стороны, из каждой страны выбрать один любимый и будет класс. Потому что у нас тут дофига из Амстердама, дофига из Лондона. Ну, типа, даже и одинаковых где-то есть. Где-то похожих очень. Ну, короче, это еще не все, на самом деле. Тут вот еще всякое то, что было. Но это я уже не знаю. Что-то я не буду увешать, потому что что-то мне не нравится. Например, вот это. Тупой магнит. Убогий. Он у меня всегда висел где-то там. Ну, короче, вот. А еще есть у нас вот такой магнит. И сюда можно написать, типа, Wi-Fi. Знаете, как будто мы в кафешке, а не дома. И гости всегда смогут подсоединиться к Wi-Fi. И вот здесь, видите, сейчас этой штуки нет, которая была. Сейчас покажу, как ее снял Слава. Ничего, чтобы этой штуки тут не было. Поэтому Слава будет в течение двух часов очень медленно ее отклеивать, чтобы не остался убогий след. А, ну, короче, он ее просто отклеил и все. Но очень аккуратно мы это делали. Вот так. Короче, я продолжаю убираться. Но осталось уже не так много. Ну, кажется, что немного. На самом деле много. Но, слава богу, мне не надо все это вымывать. Мне просто нужно разложить все на места. В общем, я решила сюда поставить цветок. Не знаю. Что-то там он мне... Там, наверное, он лучше стоит. Ну, хз, блин, если честно. Попробуем, поживем так. Мне просто не очень нравилось то, что вивина диванчик вот этот прям рядом с розеткой. Ну, короче, что-то как-то не знаю. В общем, пока так поставила. Да и мне кажется, этому цветку не очень нравится около батареи стоять. В общем, разбираюсь с магнитами. В итоге я тут еще довешала то, что, в принципе, уже думала не буду вешать. Но подумала, ладно, пофиг. Капец. Просто капец. Вернула вивочки на магнитики, раз она здесь будет лежать, чтобы она лежала и разглядывала их вот так. Лежит такая, интересно, какая я собачка. Интересно. Ну, короче, вот магниты наши. Лучше всего. Просто сумасшедствие. Разбираюсь в этих полках. И сейчас я вам покажу такое, к чему нужно реально морально приготовиться. Шок, да? Вы прям как Дина Саева, сладкоежки. Просто сумасшедшие. Вот мне идеально бы для этих маленьких чипсов в контейнеры бы те подошли. Но их очень много бы понадобилось. В общем, сейчас все это буду сюда тоже перекладывать. Не знаю, зачем. Обычно у нас чипсы только здесь. И я здесь разбираюсь. Но мы так любим всякие вкусняшки, чтобы дома были. Вы не думайте, мы это очень долго можем есть. И вот те чипсы. Просто мне безумно нравятся чипсы в маленькой упаковке. Потому что я как раз вот столько и съедаю. То есть вот такую маленькую. И то я такую маленькую могу долго есть. Я просто не могу большие пачки чипсов есть. Потому что я их никогда не доедаю. А потом через сколько-то дней я такая типа, блин, они уже отсырели. И это получается выброшенные деньги. Поэтому сейчас разберемся и посмотрим, что получится. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это просто приколдесс. Короче, получается вот у нас чипсы. Тут сухарики. Все в сухариках. Тут снеки такие типа чипсы, орешки, палочки, попкорн. Здесь у нас чисто сладости. Такие как шоколадки, конфетки. То, что обычно как раз гостям можно предложить к чаю. Потому что обычно чипсы не предлагают. Здесь всякие тоже какие-то конфетки. Смотри, их не забывать есть. Вот моя любимая степ. Люблю такую конфетку. Чокопай тоже мне нравится. Ну, короче, это как раз идеально то, что предложить гостям к чаю. И снова снеки. Посмотрите, сколько чипсов. Капец! Но хочу заметить, не забывайте то, что мы снимаем реакции. А на каждую реакцию всегда хочется какой-то снек. Реально, без снека невозможно. Поэтому это просто такие запасы, которые будут со временем убывать. Сейчас позову Славу и хочу увидеть его реакцию. Закрою, пожалуй. Так, ну что ж, я закончила с кухней. И на сегодня я вообще с уборкой заканчиваю все. Вот что у нас получилось. Ну, так, конечно, особо изменений нет. Новая микроволновка радует мой глаз. Знаете, очень клево делать что-то для дома. Вот какие покупки только мы не делали для дома, они всегда меня безумно радуют. Что говорит мне о том, что мне вообще нужно, чтобы дома мне было очень классно и все нравилось. Потому что я человек такой домашний. И все покупки, которые мы совершали, типа кофемашинка, приносят нам огромное количество радости. В общем, все нравится. Но, скажу честно, я довольна. Разобралась с полочками. Очень нравится. Спрятала сюда губки и вот это вот самое. Такая тут у меня теперь красота. Здесь тоже красотища. Фольга. Вот эти пакетики, мусорные пакетики. Пищевая пленка, лекарства. Нравится, что сказать. Сюда я засунула эти кастрюли-сковородки. С ними я буду позже разбираться. Здесь пакет с пакетами. Типа не для мусора, а там если что-то куда-то быстренько, там ботинки с собой на съемку взять, еще что-то какие-нибудь такие. Короче, все разобрала. Здесь тоже место добавилось свободное. Такая вот красотища. Тут у нас контейнеры лежат. Здесь и в следующем. Не знаю, зачем так много контейнеров, но, блин, я не знаю, зачем-то они всегда нужны. Там стоит мой чай, который мне сделал муж мой любимый. Ну, как вы знаете, я особо ничего тут такого не убирала, в том плане, что я не мыла полы. Я только там, где Вивочка кушает, хорошенько все помыла, потому что там вообще стоял телевизор. Ой, телевизор, господи. Холодильник. Вот. Доклеила магнитики. Капец. Просто. Реально прикол. Так много. Вивочка уже подходила, нюхала их, интересовалась. Тут у нас цукаты стоят в таком сердечке. Вот. Так что кайф. Одним словом, кайф. Посудомойку уже моют. Я все загрузила. Мы покушали блинчики со сгущеночкой. Единственное, что провод вот этот торчит. Моим ощущением, как будто бы наша старая микроволновка была сюда поближе и пошире. Не знаю. Наверняка. Но. В общем, получилось вот так. Так что на этом можно здесь заканчивать. Я на сегодня молодец. Сейчас смею косметику. Единственное, что у нас дома реально не чисто. Вот. На кран, например, посмотрите. Фу. М-м-м. Стап. Не нравится. Но я уже как бы такими вещами не занимаюсь, потому что завтра к нам придут из клининговой компании. И, собственно говоря, зачем мне это делать? Ведь в этом... Так, фокус. Зачем мне это убирать, если смысл клининговой компании как раз таки заключается в том, чтобы я не тратила на это свою жизнь. Вот. Я могла бы это убрать. Вы знаете, то, что я умею это делать. Я это... Ну, не то, что люблю, но люблю, когда дома чисто. Поэтому, в принципе, я бы могла убираться. И, например, завтра посетить этому день. Или послезавтра. Или сегодня вообще. Но мне захотелось вызвать клининговую компанию. Зато, видите, сколько я других дел сделала. Потому что, например, разобраться на кухне. Вот то, что я сегодня сделала. А это заняло у меня действительно много времени. Реально. То есть, ну, часа четыре точно, если не больше. Те же магниты перевесить. Ну, протереть их от пыли. Мне, конечно, написали, что было бы проще их помыть. Каждый просто моешь и так далее. Ну, конечно, да. Так было бы проще. Наверняка. Наверняка это было бы даже более эффективно. Что наверняка я не смогла протереть полностью всю пыль. Ну, в другой какой-то раз. В общем, я буду смывать макияж. Купила сегодня свой любименький Цераве. Очень хорошая штукенция. Отмывает макияж офигенно. Очень рекомендую. Моя закончилась. Вот. Теперь я со спокойной душой могу выкинуть. Видите? Вообще нифига нет. Ну, хотя я любую могу потрясти. Вы подумаете, что нет. Но даже потому, как они стоят. И насколько они выжаты, как лимон. Вот это. Видите? Звуки разные. Ладно. Это типа я доказываю всем, что она пустая. Реально. Как еще вам доказать? Так что вот. Наконец-то. Вот это, кстати, можно снять. Ну, ладно, пустая. Буду сейчас смывать макияж. Сделать свои процедуры. Подарили мне вот такую вот косметику от La Mer. Еще у меня стоит в комнате, где я крашусь. Уходовая косметика. Много всякого. Но я не могу всем сразу пользоваться. Но пользуюсь. Чередую. И мне очень нравится вот этот крем. Он просто восхитительный. Вот этот крем, он просто восхитительный. Это вот то, что мне нужно было. Потому что он такой прям долго остается жирненьким на коже. И я прям чувствую, что у меня кожа такая напитана. О, так что все. Наконец-то я буду смывать макияж. Пойду смонтирую этот блог. Чтобы радовать вас новыми видосами. А завтра я пойду делать маленький. И это просто улет. Потому что у меня жутко отросли ногти. Видите? Так что все. Я с вами на этом прощаюсь. Будьте счастливы, здоровы. Спасибо, что смотрели этот блог. Надеюсь, он вам понравился. Смотивировал вас на уборку. Ждите следующей серии. Блин, в этот год я планирую очень много выпускать разного контента. И поэтому в начале блога я с вами говорила о том, что хочу найти себе помощницу. Так что реально хочу в этот год прям быть классной, активной. Не знаю. Надеюсь, что получится. Всех люблю, целую, обнимаю. И всем пока.